Трансляция с утренней молитвы в нашей Киевской епископии. Слава Богу! Приветствую всех, братья, сестры, дорогие друзья. Именем Господнем, именем Иисуса Христа всех приветствую. Слава Господу! Али, Бог и я. Приветствую, кто подключается, кто подключился уже. Спасибо тебе, Господь, за доброе утро. Ашима, шалом, Господь, благослови нас, Господь, это с мудрой, во имя Христа Иисуса. Сегодня 22 сентября, 2018 год, в библейском исчислении, сегодня 13 дешли, 5779 года. Спасибо тебе, Господи, за помощь. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Евреям. Послание, 9 глава, с 11 стиха. Евреям 9, 11. Христос, но Христос написано. Первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинею, не рукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в освятилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета. Братья и сестры, приветствую всех именем Господнем, именем Иисуса Христа. И действительно, вот это величайшее чудо спасения, вечное искупление, которое Господь приобрел, как сказано есть в этом послании к евреям, через свою кровь, своей кровью приобрел. Картинка для трансляции этой, я вчерашнюю фотографию как раз использовал, вчерашний снимок. Дело в том, что вчера вечером как раз, ну или точнее говоря сегодня, да, потому что день начинался как раз, сегодняшний день начинался. Так, здесь у меня, так, сейчас здесь потушим. И при свечах, здесь у меня при свечах, утро начинается. Так, сейчас, потушим. Аллилуйя, аллилуйя. Вот так вот, вот, разгорелось уже хорошо. Да, слава Богу, так у меня, такое романтичное, такое утро с Господом при свечах. Благодарю Господа за все. Да, и вчера мы зажигали свечи шабатни на программе. Кто смотрел, может уже, кто был в трансляции, значит, кто смотрел прямую трансляцию, если кто не смотрел, то посмотрите, уже запись, уже есть уже. Они сразу прям выставляют эту запись. Вот, Еврейский взгляд, программа называется Еврейский взгляд. Здесь, в Киеве, эта программа, она, значит, выходит каждую, не пятницу, получается, раз в неделю. Выходит, допустим, прошлая пятница, там был гость, у них все время гости какие-то. Каждый раз, есть ведущие двое, значит, муж и жена, значит, благословенная семья. Влада, я хорошо знаю Машу, значит, и Клубекова, и я бывал уже там, в студии. Не раз уже у них был, лучше в гостях. Вот, и прошлая пятница, там была посвящена у них по программе Рош-Хашана Йом-Труа, празднику Трубного Зова. Вчерашнее, ну, вчера вечером, да, начало субботнего дня, значит, Шаббат встречали, и программа была посвящена теме Йом-Кипур. Вот, следующее, они объявили уже анонсом таким, следующее, ну, понятно, будет, соответственно, уже празднику Сукот, посвященной программе, празднику Шалашей, празднику поставления кущей. Вот, и вчера вечером мы, значит, как раз рассуждали, вот, значит, над вот этими строками из Писания, и многими другими. Ну, вообще-то, начали мы с Торы, значит, начали с Ветхозаветного чтения, еще с книги Левит, 23 главы, где, собственно, как раз вот говорится о празднике этом Йом-Кипур, и вообще о Господних праздниках говорится, потому что Влад, он зачитывал как раз и касательно других там праздностей при чтении. Но, конечно, самым кульминационным вечером вчерашним было чтение как раз именно вот из послания к евреям. Это самое удивительное. В этом послании, вот, действительно, Христос, Он первосвященник. Машиах, как великий священник, вошедший во святое святых. Только не земное уже, а небесное. Там перед тем, значит, в этом послании как раз раскрывается, интересно, говорится о старом служении, о ветхом служении, говорится о прежней скине, говорится о, ну, храмовом служении ветхозаветном. И тут же говорится здесь уже о новозаветном служении, в новозаветном храме. Потому что мы живем в эпоху третьего храма. Третий храм, который более реальный, чем вот те два первых тоже реальных, в этой реальности, земной реальности, реальных храмов. Но с точки зрения более реальной реальности, Божьей реальности, Божьего мира, вот те первых два храма, они не были такими реальными. Они были, как и все на этой земле, значит, они были лишь отображением той Божьей реальности. Потому что тот храм, первый и потом второй возобновленный, возрожденный, это храмы были построены по образу небесного. То, что Бог всемогущий, Он, будем так говорить, показал, показал Моисею. Вот, по образцу небесного было все устроено. Вот, и это было, знаете ли, я вот как сравниваю, и у себя в церкви об этом говорил, кстати, не раз уже, в гостях, вот, когда в церквях разных тоже бывал, я тоже об этом говорил, что это, как вот, знаете ли, как детство человечества. Как детство человечества. Как вот игра еще, вот, допустим, мальчик играет в песочнице с машинками, и он себя представляет водителем, там, дальнобойщиком, там, вот. Он лишь играет, у него папа, допустим, он дальнобойщик, значит, да, водитель, значит, там, такой, да, на большой фуре подъезжает, значит, и, значит, как бы, мальчик впечатлен этим всем, он играет, как бы, вот, в эту игру у себя в песочнице. Или, допустим, дочка, да, играет в дочке-матери с куклами, вот. Она смотрит, как, допустим, там, мама ухаживает за младшими детьми, допустим, да, значит, младшим ребенком, и вот она тоже играет, как бы, подражая, вот, значит, действительно. В игре очень много смысла, на самом-то деле. Это не просто вот так вот. Вот, и не просто игра, вот. Вот, и игра, она, в то, во что играют дети, да, она, как бы, по образу, вот, уже истинного, будем договорить, игра подразумевает именно подражание, как бы, настоящему чему-то. Вот, и то, что было там на сегодня, то, что было в переносной стени, вначале, да, передвижной, вот, значит, потом храм, да, первый храм был построен Соломоном, слава Богу, благословенный храм, Господь благословил это место, и Библия об этом очень подробно рассказывает, вот, и показывает это, это очень-очень красиво, на самом деле, в Слове Божьем. Но, да, это была еще игра, это по образу небесного, это была еще игра человечества, это были еще, это была еще песочница человечества. И вот, как, допустим, игрушечный автомобиль, да, значит, в песочнице, и мальчик, который представляет себе, что он водит, как бы, этот автомобиль, вот, отличается от настоящего водителя, допустим, прошли годы, этот мальчик сам уже становится, там, дальнобойщиком, там, он на такой большой фуре катается уже, вот, он о той своей детской игре даже, может, и не вспоминает, ну, так, может, иногда так вспомнит, вот, что был ребенком. Но он уже оставил младенческое, он уже по-взрослому мыслит, он уже по-взрослому рассуждает, по-взрослому поступает. Вот, он оставил младенческое, как Павел говорит, да, значит, вот, значит, и, или как дочке матери, допустим, дочке матери играла девочка, но прошло время, и она уже, уже взрослая уже женщина, да, сама, вот, родила, значит, там, да, воспитывает ребеночка, допустим, да, вот, значит, и, И вот как мама уже, настоящая мама, да, с настоящим ребенком, воспитывающим ребенка, отличается от девочки, которая играет в песочнице, играет в дочке-матери где-то. Вот так и третий храм, ныне созидающийся, уже два тысячелетия созидающийся, отличается от того, что было ранее, от первых двух этих храмов. Удивительная история, действительно, то первосвященники в древности, они заходили с кровью животных, с кровью написано «козлов-тельцов», с кровью козлов-тельцов. Но Иисус вошел со своей кровью в реальное небо, в самое небо. То есть не в то святое святых, которое было построено по образу небесного, которое как бы было игрой еще человечества, еще было подготовкой вот к этому настоящему, реальному небу. Вот, и церковь – это небо на земле, друзья, это столб и утверждение истины, это удивительное богочеловечество, скажу так, что такое церковь? Это богочеловечество, и это тело Машиаха, тело Христа, тело Иешуа. Он со своей кровью вошел в самое небо. И первосвященник, если земной первосвященник, вот в тех храмах ветхозаветных, как мы говорим, да, храмах, вот они, значит, первосвященники каждый год, значит, заходили. Это были разные люди, потому что первосвященник, он, ну, и не вечный, он же человек смертный, земной. Шалом, Света пишет, шалом, шаббат, шалом. Светлана, слава Богу, братья, сестры, кто подключился, всех приветствую. Паки и паки, что называется, снова и снова, шаббат, шалом. Вот, и сегодня я просто продолжаю рассуждения. Вчера вечером начатое при встрече шаббата. Я встречал шаббат, значит, вчера вечером с моими друзьями, Владом и Марией Кулумбековыми. Значит, это было в прямом эфире в программе «Еврейский взгляд». Значит, кто смотрел, если, вот, значит, кто не смотрел, то посмотрите. В записи все это есть на Ютубе или на Фейсбуке. Просто набирайте на Ютубе или на Фейсбуке «Еврейский взгляд» и попадаете как раз вот на вот эту программу. Еженедельная программа, в которой я уже не первый раз уже. Вот, разные темы этих программ. Вот, и то была тема антисемитизма раньше. Я помню, у них был тоже и предпасхальный была тема такая, да. Вот, а темой вчерашнего вечера была встреча шаббата, да. Как всегда у них первая часть, ну, самая такая, торжественная, это встреча шаббата. Зажигались свечи, значит, да, значит, и мы поднимали кедуш, тоже, значит, значит, и барепри хагафен. Мы произносили плод виноградной лозы благословен, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам. И преломляли халу с благодарностью Господу, вот, слава Богу. Вот, и самой главной темой была как раз тема Йом-Кипур. Собственно, ну, это была тема вечера, тема встречи шаббата. Хотя календарный Йом-Кипур уже завершился, но, знаете ли, мы продолжаем рассуждать над этим праздником, Господним праздником. Потому что вообще эти осенние праздники, я вот это говорил в студии вчера тоже вечером при встрече шаббата, что эти праздники, они праздники будущего. Вот, и нам, вот, как церкви христианской, пристало действительно эти праздники праздновать. Нам необходимо эти праздники праздновать, и потому что они с собой, эти праздники, говорят о будущем даже. Ну, немного о прошлом, конечно, говорят, да, значит, чуть немного и о современном дне. Но большей частью, значит, говорится о будущем, о будущем, о втором пришествии, как мы говорим, Иисуса Христа и о всех последующих событиях. Планетарного масштаба, удивительнейших событиях, о которых в Библии говорится, может, не так четко, как хотелось бы нам, чисто так по-человечески. Но, говорится, очень, не многое, но очень даже, так вот, скажу, захватывает дух даже. Удивительно. То есть, будут действительно удивительнейшие события. Но Библия всегда, даже открывая будущее нам, она всегда акцентирует внимание верующего на сегодня, на сейчас. Не на завтра, а на сейчас. Вот. В этом, наверное, уникальность как раз вот слова Божьего. Потому что, ну, Бог наш, Он вечный, это однозначно, и Он учит нас, вот, быть, ну, тоже, как сказать, вечными. Потому что, когда человек, он живет прошлым или будущим, да, значит, и больше интересуется прошлым или больше интересуется будущим, то он, ну, этим самым, он не подражает Богу на самом-то деле. Вот. Он живет как человек смертный. Но когда человек живет сейчас, именно вот в это мгновение живет, и он счастлив, то он этим самым подражает Богу всемогущему. Вот. Поэтому люди неверующие чаще всего живут или прошлым, или будущим. Вот. Но настоящий верующий человек, он живет сейчас. Он счастлив сейчас. Вот. А для него, вот, ныне время спасения, ныне день спасения. Слава Богу. Вот. Слава Господу. Спасибо тебе, Боже всемогущий. Вот. И поэтому Библия акцентирует внимание, хотя Бог мог бы, конечно, подетально все расписать, что будет. Вот. Но, во-первых, это было бы, может, не так интересно. Хотя, ну, то согласится, то не согласится. Но, с другой стороны, Бог учит нас именно жить сейчас и быть счастливыми сейчас. Вот. И Христос, я еще раз читаю, Евреям 9.11. Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшую скинью, неруботворенную, то есть не такового, но неземного устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. О, спасибо тебе, Господь, приобрел вечное искупление. Он приобрел своею кровью, своею жертвою для всех нас вечное искупление. Ну, это разве не замечательно, друзья? Еще как замечательно. Это восхитительно, это удивительно. Спасибо тебе, Господь. И человек, который соглашается, любой смертный, любой на этой земле человек, любой конфессии, динаминации, религии, национальности, культуры, который соглашается с Божьим планом спасения. А Божий план спасения – это Иисус Христос, это путь истинной жизни, открытая для всего человечества, дверь отверстая уже два тысячелетия. Это сам Иисус Христос. И человек, соглашаясь с этим планом спасения, он, по сути, приобщается в вечности. Он входит в эту блаженную вечность, потому что приобрел Господь для нас вечное искупление. Спасибо тебе, Господь. Для нас, земных людей, конечно, во многом это странно. Даже для верующих. Ну, вообще, живущий на этой земле человек до конца, человеческому уму это непостижимо до конца, на самом деле, живя здесь на земле. Только умом Христовым, приобретая ум Христов, мы действительно, мы, значит, ну, как бы, понимать начинаем эти вещи. Но лишь в блаженной вечности это все откроется для нас, людей. Удивительно. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенный. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кальми паче, кровь Христа, ну, кальми паче так уже не выражается уже, люди, это славянское такое выражение, то есть, тем более, тем более, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, и потому Он есть ходатай Нового Завета». Ходатай Нового Завета. Вот кто? Иисус Христос. Конечно, люди ищут ходатайев. Это даже интуитивно происходит, чисто даже порой. Человек, он ищет заступника, ищет ходатая, ищет друга, знаете ли, ищет вот того, кто за него заступится. Вот, тем более вопрос вечности, тем более вопрос вечности. Знаете ли, человек ищет. Вот вчера, допустим, был такой лжепраздник, можно выразиться. То есть, ну, праздник православный, религиозный праздник, значит, ну, который не имеет ничего общего с истиной, с евангельской истиной. Это Рождество Пресвятой Богородицы, так называть этот праздник. Когда-то я очень почитал этот праздник. Когда-то я, будучи священником традиционным, русской православной церкви, московского патриархата, я был простым сельским батюшкой. И тогда, это было в моей жизни давно уже, уже давно. Это было до 96-го года. Потому что в 96-м году я по идейным соображениям сам лично принял решение такое. Слава Богу, супруга меня, она поддержала меня в эту трудную минуту раздумий моих. И я вышел из этой религиозной системы тогда, в 96-м году. Ну, с 87-го года, де-факто, ну, де-юре, с 88-го года, начало 88-го года, служил и как чтец, и как диакон, и по диакону диакону. С 91-го года как священник служил. Как раз в последние месяцы были Советского Союза. Да, я служил как священник тогда, значит, в Рязани, в Рязанской области. А потом уже в 95-96-е годы, это уже в Брянской области служил. А как диакон, как ипо-диакон, как чтец, первая степень священства, чтеца степень в православии. И, значит, так вот, как чтец я служил, значит, как хором руководил тоже. Хотя не имею музыкального образования никакого, вот, и не имел, вот, понятно, значит, да, значит, и просто люблю петь. Вот, и, ну, хоры, которыми я руководил, они не профессиональные, это бабушки, в джазе только бабушки. Вот, и у меня, значит, были мои подопечные бабушки, вот, которые меня любили очень. Вот, и я, вот, молодой человек руководил им, такими коллективами, вот, в Орловской области и в Московской области. И читал, пел на пиросе, очень любил это дело. Вот, да, уже больше 30 лет я в таком служении, православном служении. Но первых 10 лет, почти, я был в служении традиционалистском. И вот тогда я очень почитал, конечно, будучи традиционным, особенно священником стал, да, я очень почитал, значит, Богородицу, я так называл Марию, Матерь Иисуса Христа, как и тысячи моих коллег и миллионных других обманутых православных христиан, обманутых многовековой религиозной ложной пропагандой и православных, и католических христиан. Я верил, что Мария, Матерь моего Господа, она является ходатайцей, она является действительно посредницей. И она, ну, такие даже молитвы, сейчас я уже, слава Богу, стал уже забывать эти молитвы, вот, но, честно говоря, было очень сложно их забыть, потому что здесь они сидели, и отсюда корень был уже забираем. Знаете ли, душа, вот, была в смятении, очень трудно было вырваться из этого мракобесия религиозного, очень трудно. Вот, и даже уже будучи здесь, уже в Киеве, в 97-м году я приехал уже в Киев, значит, и Украина стала моей второй родиной, где я как реформатор, как уже состоялся. И вот в 97-м году, уже будучи в Киеве, знаете ли, вот, я видел сон, да, 98-й уже был год уже, вообще-то, когда я видел сон здесь, вот, кстати, вот здесь, вот, неподалеку. Мы снимали квартиру на Малышка, вот сейчас на Киото, возле Черниговской, тоже станции метро, только с другой стороны это метро, вот, значит, по ту сторону, значит. И, знаете, там во сне я видел грязь, с которой, вот ту грязь многобожия, религиозного оккультизма, с которой меня Бог достал, вот, и она была такая грязная, это такая, такой ужас, и я понимал, где-то внутри меня была подсказка, что это вот моя грязь, вот та, с которой, бывшая моя грязь, с которой меня Бог достал. И она была гораздо грязнее, чем грязь вот других людей, ну, я так не присматривался к грязи других людей, но грязь других людей, там, таких, ну, я понимал, ну, как бы, хрестоматийных грешников, будем так говорить, да, значит, значит, вот, значит, там, алкоголики, значит, тунеядцы, вот, наркоманы, значит, блудники, вот, значит, и их грязь была не такой грязной, как моя грязь, с которой Бог меня достал. Грязь религиозного мракобесия, этого религиозного оккультизма. Фу, я увидел такую вещь, когда я молился к Богородице, я молился не просто, если бы я просто молился бы так вот, знаете, ну, не так искренно, не так ревностно, то было бы проще, может, Богу достать меня. Как правило, все люди, что не так сильно переживают вот эту молитву, и вот это, ну, как бы, значит, не так искренне в православии, будем так говорить, традиционно, им проще становиться протестантами, допустим, стать евангельским верующим, духовно возродиться, вот, кто не так сильно вляпался в эту грязь, кто, даже если молился Богородице, святым, значит, допустим, почитал мощи, там, значит, ну, как вот, ну, как все, но это делал не сильно осознанно, будем так говорить, не сильно осознавая все это, то такие люди, ну, более блаженны на самом деле, значит, счастливы, потому что Господу их проще спасать, таких людей, и я это знаю на самом деле. Но те, кто погрузились уже в это все, делают это осознанно и, значит, и переживают, еще переживательно, переживательно, со слезами часто, значит, я это делал, значит, действительно, ну, потому что переживал, это, я считал, благодать, я считал, это переживал благодать такой Божью. Знаете ли, действия оккультизма религиозного порой очень люди часто выдают, и я был в числе тех, что выдают за действия Божьей благодати. Я был убежден, что когда молился к Богородице и со слезами, вот, значит, переживая вот присутствие вот это вот, и ее, как бы, присутствие, знаете ли, вот, значит, и милость ее, и получая ответы на свои молитвы, вот, вот в чем была еще проблема, впоследствии проблема эта стала серьезной. Мне было сложно отказаться от своего религиозного опыта определенного, который имел я, который складывался годами, который, знаете ли, был основан на тысячелетнем опыте церкви, знаете ли, на учениях отцов церкви, который для меня был очень, ну, святой такой базой такой, но, по милости Господней, я смог расчистить все эти вот ложные основания и нащупать основное, самое главное основание, камень краеугольный, который есть Христос Иисус, камень, который действительно положен в основании всего, это сам Иешуа Машиах, Иисус Христос, и никто не может положить другого основания, апостол Павел пишет в первом послании в Коринф 3.11, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос, аминь. Так вот, друзья, вот, и я молился много к Богородице, вот, и к святым другим умершим, к матери Иисуса, да, и к другим умершим святым, вот, наивно полагая, что это мои ходатые посредники перед Богом, молился своего небесного тезки, Сергию Радонежскому, называя его своим ангелом, покровителем, вот, и когда в Сергиевой Лавре бывал-то, там, часто бывал, то к мощам его он подходил, значит, и лобозал их эти мощи, значит, там, и... Ой-ой-ой, что я так не делал? Я переживал очень сильно в этой молитве, вот, я считал благодать эту Божью, вот, и это было общение с бесами, но настолько оно похоже на действие благодати, как для человека, вот, человек, ни один из смертных не сможет разобраться самостоятельно, без Слова Божьего, руководствуясь своим опытом, и тем более опираясь на предания церковные, ни один из смертных, даже самый великий из нас, самый великий мудрец, вот, и не справится с этой задачей, разобраться, где правда, где ложь. Есть вернейшее пороческое слово, это проверено, я это проверил в своей жизни, вот, не повторяйте моих ошибок, если кто смотрит сейчас видео это, если кто, может, до сегодняшнего утра еще молился, вот, как вот вчера, допустим, так печально было, что, да, ведь миллионы людей еще, обманутых многовековой религиозной ложной пропагандой, молятся к Марии, называя ее ходатайцем-посредницей, нет. В 96-м году я зарекся, все, отрекся от этого многобожия, это многобожие, молиться кому-то еще на стороне, это многобожие, но в 96-м это меня просто пронизало, просто слово, «Ибо един Бог», Павел пишет Тимофею 2.5, «Ибо един Бог и един посредник», 1 Тимофею 2.5, отметьте себе, «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус», и дальше написано в 6-м стихе, начале, «предавший себя для искупления всех». Это просто истрезвило меня настолько сильно, и слова Христа, они вновь засияли в моей жизни, как было это до 88-го года, а особенно до 91-го года, потому что до 88-го года моя жизнь строилась на основании Слова Божьего, я другого слова не знал и не хотел знать уже даже. Знаете ли, но, к сожалению, в 88-м году я обманул самого себя. Написано, не обманывайтесь, братья, вот я обманул самого себя тогда, и враг обманул меня. Но каждый обольщается, собственно, похотью, увлекаясь на самом деле. Я это убедился в этом, уже смотря на свой жизненный путь, вот я в этом убеждаюсь. В 88-м году я увлекся, собственно, этой религиозной похотью, вот, и я действительно обольстился грехом этим, вот, и о чем очень горько сожалею по сей час. Вот, и, знаете ли, вспоминая о том, я сожалею, что действительно обманул самого себя. И на своем горьком опыте я убеждаю сегодня людей, верующих, не повторять моих ошибок, просто свидетельствую, и просто Христом Иисусом, просто заклинаю, держитесь в пути истинного, держитесь Слова Божьего, не молитесь никому, только лишь Богу одному, не доверяйте никому, только лишь Богу одному, доверяйте Слову Божьему, Библии Святой, руководствуйтесь здравым Божьим Словом. Это самое важное, друзья. В 96-м году, и когда, по милости Господней, я вернулся к Слову Божьему, кстати, толчком к этому возвращению послужило знакомство с одним протестантом, ныне пресвитером в городе Сураж, Брянской области, Григорий Тимных. Хороший очень брат, я очень люблю его, искренний, верный человек. И, знаете ли, он мне дал прочесть книгу Людмила Плетт «Время начать суду с Дома Божьего». Это вторая книга трилогии, замечательнейшей трилогии проповедей Эрла Штегена, немецкого проповедника в Южной Африке, на квасе за банду в этой станции миссионерской, среди зоусов, среди черных. Эрла, брат дядя Эрла, как еще он называет, он прослужил много лет, даже сейчас не знаю, жив ли он, кстати, надо бы поинтересоваться будет, сегодня посмотреть, может. Но он уже пожилой человек, если он жив, то он уже старый человек. Но, знаете, друзья, я верю, что, я знаю, много проповедников есть хороших, но вся наша хорошесть, она только лишь от хорошести Слова Божьего, от хорошести истины, от хорошести самого хорошего, из всех хороших, Иисуса Христа праведника. Он действительно праведник. Он действительно праведник, он действительно святой. И вот после прочтения книги этой «Время начаться с Дома Божьего» в проповеди Эрла Штегена, они очень христоцентричны. Они даже более христоцентричны, чем вот я очень любил Александра Менни, допустим, его работы, любил других авторов, но, знаете ли, она христоцентрична настолько. Я читал многие книги, допустим, из наших уже более современных авторов, допустим, Иван Кронштадтский «Моя жизнь во Христе». Само название даже, оно уже, знаете, такое потрясающее «Моя жизнь во Христе». Хорошее название, но в этой книге столько много ересей, к сожалению. Там есть и хорошее, но как вот книжник, любой книжник, наученный Царству Божьему, он выносит из сердца своего и старое, и новое. И вот Иоанн Кронштадтский, он, наученный Царству Божьему, к сожалению, выносил из своего сердца и старое, и новое. И учил и оккультизму религиозному, мракобесию, и тут же истине евангельской и Христу. Это гремучая смесь, это очень опасная смесь. Знаете ли, даже если там немного яда, допустим, все блюда хорошее, ну там немного добавили яда, чтобы отравить человека, это уже достаточно, чтобы отравить. И, к сожалению, если у него такие пропорции яда, я потом это осознал, вновь перечитывая Кронштадтского уже, вернувшись к Слову Божьему уже, к основанию своему, я понял, столько много яда, который травит души миллионов людей. Вот, очень печально. Вот, и я думаю, что Иоанн Кронштадтский, оказавшись перед Господом, думаю, очень осознал горько, что вот действительно отравил души людские вот этими религиозными, мракобесными такими заявлениями своими там и учениями, лжеучениями. Как лжеучитель, думаю, он это осознал уже, ну, момент уже, предстояние пред Господом, потому что все пред Ним пристанем и на суд Христов, вот. И лишь дети Божьи, возрожденные от нетленного семени, от Слова Божьего, на суд не приходят, но перешли от смерти в жизнь. Мы приходим даже на страшный суд, как мы говорим, да, если человек возрожден духовно, перерожден, то он приходит на суд именно не как подсудимый, а как действительно свидетель его, как действительно дитя его. Благодарю Бога Всего Нимущего. Братья, сестры, давайте совершим хлебопринобление, причастие и хористию. Спасибо Господу. Я приготовил заранее опять сок виноградный, вот, и если нет сока виноградного, даже просто возьмите, что есть, вот, просто воды даже налейте. Я так иногда использую для выполнения, причастие. Спасибо Господу Всемогущему. Спасибо Богу. Святому за жизнь. Спасибо Ему за все. Молюсь, конечно, особенно после вчерашнего. Молюсь. Вчерашний день, посвященный Богородице, будем так говорить, в сознании миллионов людей обманутых, многовековой, религиозной, ложной пропагандой. Вот. Господь да помилует. Господь да обратит заблудших. Я часто молюсь, это и в индивидуальной молитве, и так вот, на людях. Молюсь в школах библейских, в церквях, и у себя в церкви. Молюсь знать о том, что, Господь, вот, как ты совершил чудо в моей жизни, спас меня из этого болота. Вот я же недорассказал, кстати, то сновидение. Вот. Как ты спас меня. И я слышал голос во сне, который говорил мне. А потом один раз уже и наяву, в яве уже, уже я проснулся. Тихо-тихо, так же, как будто моя мысль. Слово в слово все повторилось. Я уже это слышал, уже своими ушами. Ну, тихо-тихо. А во сне договорилось, ну, несколько раз там повторялось одно и то же. Не запомнить невозможно было. Особенно после того, как уже в яве это все повторилось. Для того, чтобы спасти тебя, мне понадобилось больше усилий, чем для того, чтобы спасти наркомана, алкоголика или проститутку. Держи то, что ты сейчас имеешь. Доражи тем, что ты сейчас имеешь. И так было сказано несколько раз. Вот так вот. Да, друзья, слава богу.